Продолжение следует... 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 Вот и все. Кого жалей, да знай жалеть. Я к определенному слову говорю. Да светится имя твое. Я прихожу здесь 18 лет в местном СИЗО работал. Это канатная 81 СИЗО, следственный изолятор. Ну это тюрьма. И который слабая статья там, вот это подрался немного, не убил конечно. Его оставляют здесь. А тут родные могут передать, что он может начальник разрешить. То есть это льгота считается при тюрьме остаться. Но я работал бесплатно. 18 лет мы ходили туда. Тут есть братья, которые ходили с нами. Потом нам отказали. И вот он сидит. Я говорю, у вас говорят, тут священник сидел. Какой? Зосима. Зосима? Да нет такого. Это я! Кто ты? Это Мишка, ты кричал? Ну-ка иди сюда. За растение малолетних. Если за это посадили священника, ему 14 лет дали, его насиловать будут. Ему не позавидуешь. Меня они оберегают, что ко мне кто-то не прикоснулся. Его любой может мамой сделать. Мишка! У него Михаил имя-то, а Зосима-то там по монашисту где-то. В другом месте священник сидит. Вы знаете, их там находил даже потом молейцы. Когда-то учил против нас. Колька, иди сюда. Николай. В Кытминов служил. Священником был. Ну и что-то там. Вроде бы денег собрали на машину. Он присвоил. Квартира. То есть о деньгах речь идет. И тогда был Антони еще. Масельнич. Но я ходил ходатайствовал. И ему тоже там штолько-то дали. Я не знаю, что-то 6 лет что ли дали. Ну и следователь нам устроил с ним встречу. Я ему стал говорить. Ты если верующий, ну ты отдай это все. Ну найди, куда ты деньги-то держишься. Депархиальную это где-то. Следователь сидит рядом. И он соглашается надо. Я за дверь вышел. Следователь-то вышел. Говорит. Он сказал, ну как я отдам, когда это мое. У русских так, если уже зубами схватил, назад еще не отдавать. Он у нас здесь приходил. Я говорю, вы... Санта с него не сняты. Отец Владимир, вы говорили, что у нас икон нет. Говорил. А зачем? А чтобы не ходили к вам. Ну ты говорил, что у нас епископа нет. Говорил. А зачем, чтобы не ходили к вам. А что добавлял? Епископ, если приезжает, они его палками гонят, пока там за рощу не прогонят. Ну то есть вот, что угодно. Да святится имя твое. Как оно может святиться, когда дела-то не освящают. Да придет царствие твое. Тут от нас не зависит. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. А вот тут уже касается. Знать надо волю Божию и Священного Писания. Почему я... Я планирую брата, Севастьяна, он считает Библию, ни одного слова не выпускает, считает внятно. И люди видят, у нас Библия в авторитете. И дальше... И прости нам долги наши, как и мы, прощаем должникам нашим. Есть особый класс людей, которые никогда никому не прощают. Ребята, вы на занятиях не бываете? В интернете вас нету и здесь пытаетесь разговаривать. Вы свое состояние проверьте, ладно ли живем. Прости нам долги наши, как и мы, прощаем должникам нашим. Назовите, где есть такая группа людей, и во всем мире они такие, которые никогда ничего не прощают. Есть такие люди. Называются верующие. Они нас ни за что ставят. Не знаете? Старобрядцы. Они никогда никому ничего не прощают. Что бы ни заговорил. Я говорю, Библия. Какая Библия прошел, ты сняй. Это никоняне перепортили. От них она реформа. И значит, что честно, сделали перевод, а у них переводчиков нет. Никоняне. Я прихожу со Златоустом. А это никоняне перепортили. Каноны. Я каноны приношу. А это никоняне. Смотрите, еще. Песков был такой, Василий Михайлович. Он в «Концомольской правде» про зверей писал, про птиц. И когда он первый приехал к Выковым на обозу, Икар Посипович, а тогда был еще Дмитрий живой, Савин, Наталья. И говорят, а вы знаете, война была, как война была, они не знали даже. А с кем? Гитлер напал. Немцы. Опять Ерманское было проклятие Петру. Это он с немцами якшался. Он ни Петра не знает, но он это слышал. Ему с детства вкладывали это в душу. И что бы ни заговорил, он говорит, он так рассуждает о Никоне, об Алексею Михайловичу, будто он за стенкой живет. И один из священников у них, дурацов, фамилия его, отец Симеон. Ему Бог это открыл. Он говорит, вот я разговариваю со своим, он священник. Такое отношение к другим людям, как будто нас только что с огня сняли с дыбы. Как вот, ну, камы грядешь, и там разжигают, горят люди. Вот такое состояние. Ни под каким видом никуда. Это злопомнение называется. Помнить зло. Было зло, да, было. Ну, уже все. Ну, Германия была. Вот когда были самые недостатки, то оттуда это секонд-хенды все присылали даром-то. И продукты шли оттуда. А то побежденная Германия помогала. И здесь та же самая история. 365 лет прошло, и как будто это вчера только была. Я к чему это говорю? Научиться прощать. И эта заповедь поставлена в зависимость от меня. Больше нет. Вот по порядку я очень наш, сущий на небесах. А это так. Прости нам долги наши, как и мы прощаем. И его можно маленько так добавить. И не прощай нам, как и мы не прощаем. Прямо вытекает отсюда. Вам понятно? Я прошу у всех прощения, кто на меня что имеет. Самые старые мои друзья. Наверное, уже около 40 лет, да? Да. Так, простите, ради Христова. Когда говоришь, что я сразу наживаю себе врагов. Взял замещание, за столом неправильно сидит. Разговаривать мешает. Обязательно человек... Он не хочет, но варахмется. Еще ему надо. Вот везде лезет, где не надо. Я без тебя жену нашел. Отстань от меня. И так. И прости нам долги наши. Как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение. Как не веди? Непосильное что-то, где мы будем соблазном людям. Искушение. Ну я об этом не взял. Ну я иду. Деньги лежат. Вот ты идешь дорогой, и лежит там пачка денег. Никогда не наклоняйся, не бери. Вот так, смотри на меня. Вот так. Избави, Господи. Избави, Господи. Вот так только делай. А ее кто бросил, а они рядом стоят. Как только ты взял ее, они сразу привлек. Вы случайно не видели? Я уронил где-то деньги. Не знаю, как не знаю. Другой говорит. Да ты сейчас подобрал. Дальше все у тебя что есть. На вокзале прямо сейчас. И вокзальная площадь им все... До конца все снимают. Зачем ты брал? Сколько раз говорил, не бери. Жадина, говядина. Не бери. Ты поделала? Не бери. От тебя взяли, ключи бросили. Не бери. Хозяйка может сейчас выйдет. Она придет, и еще нигде нет. Итак. Прости нам долги наши. Як уже и мы прощаем должником нашим. Так вот я хотел заострить внимание на должниках. Мы не знаем, что такое долги. В кредит берут, ипотека. Это ермо. Вот у нас, ну, считаю, что ну можно обойтись без этого. У нас в уставе написано не брать. Но бывает исключение. Купить комбайн. Без комбайна не может работать. А сунулся нету. А узнал, комбайн стоит 8 миллионов с половиной. Ну таких денег-то в деревне они в глаза не видали. Но он берет и за кредит миллион двести тысяч сверху. Миллион двести тысяч заплати. Игорь Александрович Барабаш. У нас не положено, но и так. Я получил письмо оттуда. Ну, я вижу люди, которые в долговой яме сидят. Он не выйдет, пока не заплачет. До последнего кадранта написано. Помните по Евангелию? Должник. Взяли его, посадили. Не выйдешь. А мы говорим, прости нам долги наши. Весь мир ждет, кто бы взял наши долги на себя. И сегодня он рождается. Память его. Я вот о чему говорю. Этот пришел великий банкир. Прости, Господи. С большого буквы называли так. Великий, богатый. Слово Бог в корне стоит. Который может выкупить. А наши... Написано, грехи наши у Луки. А у Матпиаи прости нам долги наши. Долги? Мы должники всем. Кто у нас бывает? Мы должники тем, кто вот отстроил. Мы же тут еще не строили, не считая картинки прилепили. Батюшка наш помните, сказал, что хорошо, что брата моего посадили тогда. Чтобы мылисти нигде было. Потому что когда суд-то уже вырешил, что я выиграл его. И поэтому рассчитываться нечем. И государство дало. Я считаю, это прекрасное место. Акалаби, Сухое, 13 соток, 2 здания. Они говорили, 100 квадратов хватит. Насколько? Ну, я посмотрел, ну, это глава администрации Резидорожного района Петров был там. Скажите, Юрий Михайлович, он уже все подошел вплотную. Он говорит, а сколько вам площадью надо? А в его кабинет такой вот, примерно такая же прихожая. Как назвать это? Секретарь здесь сидит. Ну, я так, вот такую бы. Я сижу, как кролик перед ним. Думаю, не даст столько. Сколько? 100 квадратов. А нам дали 226. И мы пальцем не ударили, не строили стены, не окна. Они говорят, а тут были кто? Афганцы считают. Из Галагинстана ранены. Они все вели здесь. Ворота только что поставили. Решетки сделали, и вдруг. И тогда один из них, он был у нас, Овщинников, Владимир Петрович. Советник Баварина. И он такой же, как они. А то с костырями пришли разные. Вот здесь. Знаете, это государственное дело. Вы по-хорошему уходите, а мы вам дадим еще лучше. Вы, правда, дали там старинный дом, прямо напротив банка центрального. Ну, там как идти на занятия в университет. Все, государственное дело. Почему суд вырешил? И вырешили, и порасписались. Ну, и все, назад, возвраты нет. Но хотя мы получили, будем помнить те, кто это делал. Вот у нас, который, кто проводил вот это, вот, вот, вверху трубу. Николай. Кто знает? Фольгуев Николай. Фольгуев Николай. Его сегодня нет, с надеждой. Помолитесь. И вот посмотрите, вот, шторка у нас, Люба была здесь, знаете? Я с ней рассказала. Она? Да. Она ходит в храм. Другое дело. У меня там какую-то сетку, чтобы у голубени сверху кушкой залазили. Она. И ее помяни. Кто нам что давал вот это? Вот это вот, он умер сейчас. В прошлом году. Это директор РТИ резинотехнических изделий. Анатолий Петрович. Вы знаете, это я его назвал просто герой нашего времени. Он меня, дальше, не поколотил. Угу. Он, да, подарил нам 4 лодки. Вот это резиновое. Какие палатки громадные делали. Я скажу, какое, на счастье. И такие, они слепляют, они делают лодки. Вот эти разные, когда прыгают из самолета авария. Это все резиновое где-то. Ну и я решил похвалиться им. Я говорю, а мы детям даем купаться, только плавать. Только воскресенье. Я думаю, покажу, как мы бережно относимся. У меня мыслей-то не было. Да что ж вы делаете? Да я же сказал, чтобы каждый день катались на лодках-то. Ну меня так подозрительно посмотрел. Вижу в сейв полез. Думаю, запишут куда-то. Говорит, аж сетка оттуда. Там, не знаю, вот такие шоколадки. И полез еще денег дал. Ладно, все на ребятишек. И он умер в прошлом году. Видите, какие бывают благодетели. Вот у нас, где бы мы не увидели вот это, Анатолий звать. Будешь молиться, скажи. Когда Баварин попал Владимир Николаевич в аварию, я, наверное, до 12 ночи все звонил и звонил узнать, верующий он или нет. Он нас не просто... Звезда взошла. Тише, 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 тише. Так, Макси, как бы...